Сергей Федорович, во-первых, поздравляю с победой. Какой был матч для команды? Спасибо большое, что поздравили. Но я имею в виду, если брать в первой игре, опять же, мы играли, будем говорить, экспериментальным составом и сырали 0-0. Вторая игра, опять же, мы играем на выезде. Команда, будем говорить, тоже амбициозная, это хоть ПБ, но нам надо было забирать эту игру, для того, чтобы проходить дальше. И создали, опять же, будем говорить, неограниченное количество моментов, которые нужно было забивать и решать исход даже в первом тайме. Три, опять же, три мы забили, но моментов было много больше. Во втором тайме мы забили один, вроде успокоились, и после одной из атак они, опять же, забили 4-1. Какая-то нервозность, может быть, и давлел результат, но все-таки я думаю, что надо поспокойнее играть эти игры. Я понимаю, что эта команда, будем говорить, дивизия, которая в прошлом году не заняла 4-е место, но я имею в виду, все равно Зимбру должен показывать свой класс. То есть поспокойнее эти игры нужно играть. Первая часть чемпионата позади. Вы не провели полную, ну, полную, скажем так, полную первую часть у руля команды, но все-таки, какие заключения можете подвести? Опять же, если брать по турнире таблицы, конечно, хочется быть повыше, но пока, будем говорить, что это то, что есть, я имею в виду, пятое место. Скорее всего, что на этой мы и наиграли. Опять же, при определенном сечении обстоятельств, я так понял, в первые 10 игр, то, что команда была, там у них были хорошие игры, хорошие отрезки, когда они даже были выигрывать, где-то не хватило, может быть, фарта, где-то удачи. И, опять же, очень много игр сыграли в ничью. Что касается, после того момента, когда принял команду, довольно-таки хорошую игру провели с Шерифом. Я помню, говорит, смазанная игра была с Динамо Авто, неплохая игра была с Зареей. Я все-таки думаю, что с Петер Кубом можно было выжать максимум. Но, опять же, те ошибки, которые мы допускаем, очень много, кстати, необязательных голов мы пропускаем. То же самое сегодня, мы пропустили с пенальти, тоже необязательные. Опять же, над этим нужно работать. За один день это все не делается. Впереди месяц паузы. Какие планы на этот месяц? Какие изменения могут ожидать болельщики в команде? И у вас какой-то подготовительный процесс, который в части сезона уже намечен? В первую очередь, нам в среду ехать в Египет. У нас одна товарищеская игра запланированная. Отдохнем до этой игры. Потом отпустим ребят еще где-то на 4-5 дней. И, скорее всего, с понедельника, с 16 числа мы начнем готовиться. У нас будет ровно три недели для того, чтобы, как говорят, зачистить все эти ошибки, которые у нас есть. И плюс поднять, будем так говорить, физические кондиции. Потому что видно, что тяжеловато нам. И плюс этот отрезок, я все-таки считаю, что наложил свой отпечаток, когда мы играли 2 на 3. Одни и те же люди играли. Маленькая, будем говорить, ротация. И поэтому смазано все. Усиления состава будут? Изменения в составе? Ну, я думаю, что усиления нужны. Потому что если на что-то нацеливаться, я думаю, что нужны новые игроки. Опять же, но не брать для количества, для того, чтобы усилить. То есть, если приезжает легионер, то он должен быть, будем говорить, получше наших местных. Для того, чтобы поднять уровень команды. Спасибо. 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 Спасибо.